Здравствуйте, друзья! У нас тропический флоридский дождь. Ну, не такой уж прямо вот дождь, но, знаете, я бы сказал, ой-ой-ой, по калифорнийским масштабам, ну подожди, я не могу остановить, но, ну подожди, люди едут сзади, спереди, люди едут. Свары мы сейчас включили. Слушай, опасно сейчас, вообще не видно ничего. Да. Секундочку, надо ездить. Ой-ой-ой-ой. Да, друзья, действительно, тропики, это тропики, это их просто так. Вот он, Розан. Так это, это, закрутить надо, тут как-то называть. Тормад какой-нибудь? Тормад, да. Нет, друзья, тормадо... Тормадо нам не надо, да, смотри, у меня с кишом, когда-то такое получилось. Но мы очень медленно едем. Субъективное у меня впечатление такое, что если даже педаль джаза сжать, то она не реагирует. То есть это такое вот невероятное. Мы едем навстречу... Слушай, мы не скажем, что-то подарю, как-то не было... Мы едем навстречу с Натальей Крис. У меня он сейчас очень припечатает. Где-то, Сэм, могу тебе сказать. Сзади меня какой-то здоровенный карантас. Сейчас я его пропущу, то буду вам проехать. Сейчас ты увидишь слева. И нафигите. О, какой здоровенный дурыничек. Слушай, неужели это они как-то в таком дозе? Я, честно говоря, неприятно себя чувствую. Потому что мы не одеты, не попогоня, у нас нет. Да, да, но мы приедем, да, зонтиков у нас нет. То есть у нас есть зонтики, но они в гостинице остались. Вообще, ну, не обезьянно наручение. Не могла из машины сразу телепортироваться. А когда пройдет парковка, он был мокрый. Ну, Света, что тебе сказать. Значит, мы встречаемся с Натальей у ресторана. На парковке ресторана. Может быть здесь, с учетом тропических ливней, парковка крытая, я даже не знаю. Ну, в общем, пока, суть до дела, скорость снизилась. Ну, тут дело не в том, чтобы быстрее доехать, а в том, чтобы как бы целей доехать. Мне кажется, что попроще стало, нет? Как-то... Нет. Ну, как-то меньше-меньше уйдет. Давай-ка я пойду в Сальку, пойду, пойду, пойду. Это, может быть, он вот эту задержку и не убил, или что, нет, так сказать, не знаю. Кто имел в виду задержку? Навигатор? Да. Он нам показывал задержку. У Светы на сэлфоне есть навигатор, который показывает задержку. Где, Света? Где-то ближе к месту. Ну вот, смотрите, у меня навигатор показывает, что мы должны приехать час тридцать шесть, часы показывают час двенадцать. То есть, двадцать четыре минуты. Ну, здесь пока двадцать одну минуту. Ну, как бы, дорогой кроме нас никого нет, вроде особо даже. Я не могу. Да. Свет, мы когда-нибудь были в таком ливне, скажи? А один раз в Лос-Анджелесе ехали. Да, друзья. Когда мы только приехали, через пару лет, мы поехали в Диснейленд ребенка отвезти. И на обратном пути из Лос-Анджелесе был вот такой вот примерно ливень. Но там чем кончилось, что все люди, которые ехали, вся дорога встала, так, к обочине прислонилась, и ждали, пока ливень пройдет. Никто при этом не продолжал движение. Вот посмотри, у меня телефон перестроился. Я посмотрела погоду локальную. Давай. Вот они говорят в порт Сан-Луис, да? Сан-Луис. И говорит так, что в 2 часа 80% гроза с молнией, заждем. 24 градуса. А зачем нам этот самый Сан-Луис, если мы едем в другое место? Ну еще нам осталось 12 минут. Другое место. Да, ну вот именно здесь он адаптивно включает погоду в этом месте. А, он смотрит по GPS, где мы есть, и показывает местную погоду. Да, и дождь проливнючий. Здесь и конца не видно этому даже. То есть, ты вечно территориально? Да. Только вот в 5 часов ведь в полшестого закончится. А, ты по времени. Я территориально смотрел, что вот там есть просвет за тучкой. Ну вот дай Бог. Дай Бог. Друзья, скажите, что в этом есть прикол. Мы ехали по солнышку, были такие тучки легкие. Нет, а главное, что я сегодня утром смотрела погоду. Никакого дождя не предвиделось, если бы она нам дала какой-то намет. Ты смотрела погоду где? У нас там. Да. Вот в такую погоду, друзья, из близлежащих водоемов выходят крокодилы. Ой, мам, морожен. И ложатся на дороге. Это я пугаю. Это я просто так от себя тянется. От себя тянется. Вот, значит, они перестают чувствовать разницу между водоемом и внешним миром. Значит, ну, уже почти. Да, уже. Слушай, а уже все? Нет, ну подожди все. А я тебе говорю, вот смотрите, я выключил дворники. И уже практически ничего не копыт. Вот только от той машины, что впереди. Мы получили еще же есть. Туча есть. А все, что мы видим на стекле, это от предыдущей машины. Вот она там поднимает весь какую-то и все. Ну, значит здесь был то, что только что. Ну, если бы она на дороге. Будем надеяться, что нам нужно в то место, где белее небо. Ну, да, впереди мы видим, да. Там вот, видишь, машины едут с противотуманными тучами. Фу, тучами, фарами. Что говорит о том, что там может быть тоже лило или лед. Ну, это, наверное, там не случайно это все. Не просто так. Да, нас догоняют сзади какие-то люди, которые решили, что пора поддать газку. Да, а дорога вдруг стала такой, я бы сказал, вот, ой, ё-моё, строительные какие-то дела. Ну, что же. Надо сказать, что пейзаж здесь совершенно не вдохновляет. Особенно, когда нет солнца, в общем, как-то, вот даже вроде лес какой-то, да. Слева там лесов, да. Ну, вот бывают леса, вот сейчас же, что такое? Понятнее имею. Понятнее имею. А леса бывают красивые, да, вот у нас есть очень красивые колитовые леса. Ну, здесь такой никакой. Ну, это другие леса. Другой гримот. Или вот мы были вот в том же Личигане, да, там шикарные, осень такие, разноцветие. Здесь все было взаимное. Мало, мало цветов. Ну, здесь, в отличие от нас тут еще нет гористости. Потому что у нас на холмах там телеса, секвойные. И, кроме того, у нас посуши, наверное, у нас где-то трава поярче, может быть, зимой, да, то есть дождей. Ну да, да. А летом, наоборот, она более жуфлая, ровная. А здесь как-то монотонно. Я спрашивал риэлтору, я говорю, если не поливать траву возле домов, будет ли она зеленой от естественной влаги? Они говорят, ну нет, так нельзя, надо поливать. А Вирджини не надо поливать. Хотя, Света, я тебе скажу, что вот та трава, которая там у этих домов была, слушай, так себе. Она не была такой чистой, аккуратной травкой, как у нас, а какой-то ближе к сорной. Другой сорт травы. Может быть, другой сорт травы, я не знаю, но какая-то она была такая кочевряжистая. Да, так вот я хочу сказать, что на лобовку зелени, когда мы уедем его у нас. На самом деле сейчас, вот в основном, в нашем подъярде, мы специально там сажали, чтобы все было радостно. Вот такая, да. Осенью, да, красиво все. Становится красными, потом желтыми, бурыми, такой разноцветия. И в средней полосе здесь тоже в Америке очень красиво, леса осенью. Да, очень. А вот тут, в этом смысле, знаете, как-то классные разноцветия. Тропики. Тропики, друзья. Тропики, когда идет дождь, а у нас такие грустные виды. Грустные. Ну, хорошо, дождь кончился, я думаю, мы можем уже наш сюжет завершить. Все, друзья, с прошедшим вас дождичком. Субтитры сделал DimaTorzok